всем привет дорогие подписчики и просто зрители моего канала на форумах я задавал вопрос если у кого-либо документация на прибор 10 м меня интересовали в этой документации схемы и перечни элементов субблоков заканчивающихся без буквы м долго я не мог найти эту книгу но отзывчивые люди в общем-то сегодня мне ее подкинули вот эта книга у меня было до этого вот эта книга они обе одинаковые с виду на самом деле имеют очень сильные различия обе книги датированы 71 годом сложен для наглядности вот две книги одинаковые децимальные номера как вы видите но имеют много различий первую очередь бросается в глаза то что здесь описаны вот эти приборы без буквы м 1213 1617 в данной книге здесь они уже модернизированы то есть 71 году судя по всему произошел тотальный переход была какая-то глубокая модернизация предложены разработчиками об изменении вот этих блоков чем они в общем-то отличаются сейчас я покажу более наглядно во первых схема вот мы открываем прибор 12 и видим простыня конкретная вот на входе получается на входе блока приходит 100 килогерц которые в очередь проходят через вот эти вот контура коммутируем и то есть в этом блоке их много раз-два-три-четыре-пять пять ячеек по три контура а в приборе 12 м этого уже нет то есть они избавились от этих вещей и максимально удешевили блок вот что у нас получилось в итоге обратите внимание всего лишь три контура и получается набора конденсаторов подстегиваются к этим контуром но в принципе это как бы разумное решение потому что очень много моточных изделий было бы а вот я сейчас покажу чем она отличается все это дело воочию во первых субблоки имеют децимальные разные номера вот он 12 без буквы м обратите внимание децимальный номер tc 2030 56 более поздних году выпуска приборов с буквы м уже шли под децимальным номером и м20 3002 я так понимаю что это возможно даже разные предприятия изготовляли данные блоки ну вот покажу как он устроен наглядно если вы видите вот эти наборы контуров пять секций по три штуки все это коммутируется диодами а вот это более свежие здесь гораздо проще все получается три контура и наборы конденсаторов которые подстегиваются при помощи диодных коммутаторов вот такая вот история то есть семьдесят первом году прошло модернизирование всех этих узлов и схемы очень сильно отличаются дальнейшем я сканирую эту книгу выложу на всеобщее обозрение для всех страждущих таких же фанатов радиоприемников брусника как и я может кому-то действительно пригодится всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте комментарии до новых встреч 73